здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас программа будет медицинская причем с самым главным вопросом а самое главное в нашей жизни это конечно же дети потому что у нас гостях заместитель главного врача по детству люберецкой областной больницы елена сергеевна познякова здравствуйте лена сергеевна здравствуйте николай здравствуйте уважаемые зрители да и очень приятно что вы к нам пришли потому что такое необычное лето которое у нас фактически уже до октября доехала что называется все лето 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 с одной стороны это здорово с другой стороны ну я как человек который давно уже живет я предполагаю что все равно осень свое должна где-то отобрать и вот этот резкий переход когда с утра лето вечером зима нас ожидает я почему этот об этом говорю потому что конечно же прежде всего такие вот изменения в погоде они сразу сказываются на детишках потому что сейчас он побегал мокрый пришел раз и простыл уже не говоря о начале всевозможных нехороших вещей типа гриппа уже кстати ходят слухи но во первых тема к вида так или иначе она поднимается что вроде бы где-то уже увеличивается количество заболевших хотя все наши главные врачебные организации говорят никакого такого стопроцентного введения на того что было раньше не будет но тем не менее отталкиваясь и от к вида от всех остальных вот заразных заболеваний сейчас самое время когда они начнутся верно как готовятся к этому наши больницы поликлиники везде водится масочный режим больницы готовы уже можно сказать мы уже готовимся с августа месяца это в общем-то всесторонняя подготовка это конечно же масочный режим это конечно же и пропускной режим в круглосыточном стационаре это конечно подготовка стажировка персонала это конечно же вакцинации о чем мы будем далее подробно говорить мы уже прежде всего еще вакцинация врачей да вакцинация врачей вакцинации персонала вакцинация конечно детишек вакцинации их родителей от гриппа от сезонного гриппа Ну, то есть мы вступаем в этот зимний период, который до весны, как минимум, нам надо провести с меньшими потерями, я имею в виду, не болеть, да? Конечно, рано или поздно может с каждым произойти, но мы должны это делать так, чтобы ещё и максимально снизить заболеваемость. Вот мы вместе тут приготовили вопросы для того, чтобы ничего не пропустить. Давайте начнём, наверное, с вот этого самого сезонного подъёма, тем более, вроде как, всё-таки, ковид нас вообще научил многому, то есть мы готовы, уже есть определённые схемы действий, где мы принимаем детей с температурой, где мы детей без температуры, такое есть, да, тоже? Да, конечно, конечно, есть. Сезонный подъём заболеваемости, он уже наступил. Хоть погода ещё и тёплая, и вроде как бы мнимое такое благополучие, но, тем не менее, утром мы выходим из дома прохладно, вечером мы возвращаемся домой уже прохладно. Одеваемся ещё как-то так? Одеваемся ещё как-то непонятно, да, с утра вот так едешь на работу, видишь, кто-то ещё идёт и без верхней одежды. Даже в фортах некоторые ещё проскакивают. Да, в футболках с коротким рукавом, поэтому такое тоже, да, конечно же, есть. Но заболевания сезонные, осенние, они такие достаточно коварные, вот, они подкрадываются, в общем-то, иногда незаметно, вот, и поэтому мы должны сделать всё, чтобы минимизировать вот действительно вот этот вот высокий подъём заболеваемости, минимизировать потери, минимизировать госпитализацию наших детей и взрослых, конечно, в круглосуточные стационары. Это с тяжёлыми случаями заболеваемости. И для этого нужно вот, ну, в общем-то, проводить такие, как сказать, меры индивидуальной защиты, которые нужно обязательно провести для того, чтобы вот наши детки менее болели, меньше болели. Вот тут такой ещё интересный момент. Я помню, наверное, ну, недели две, может быть, три назад кто-то запустил сплетню, слух, что в Московской области опять готовят, значит, эти огромные центры для приёма ковидных заболевших. Видимо, люди, вот, привыкшие к этой обстановке, то есть они понимают, что время такое наступает, и кто-то чего-то где-то сболтнул, и начинаются какие-то слухи. То есть мы должны понимать, что в любом случае начало нового учебного года, когда дети приехали, может быть, с юга от бабушки с дедушкой, да, начинается активное общение, или приход в первый класс, или приход в детский сад. Хотя мы знаем, да, что проводится специальная, ну, осмотр ребёнка, прежде чем прийти в образовательное учреждение. Но, тем не менее, всё равно. Кто-то один простыл, это, к сожалению, может, ну, сказаться на части наших замечательных детей. И вот тут тема вакцинации, которую я хочу, чтобы мы сейчас тоже отдельно обсудили, потому что всё-таки, несмотря ни на что, люди по-прежнему делятся на те, кто да-да-да, любую вакцину против чего, скажите, против чего я не сделал, да, или мои дети не сделали. И люди, которые к этому относятся очень отрицательно и при первой возможности отказываются от этого. Вакцинация от гриппа, она продолжается, она будет идти до 1 декабря, да, примерно? Она даже у нас будет идти практически до Нового года, потому что у нас будет ещё поступать вакцина, и кто не успел у нас привиться, они смогут привиться ещё и позже, потому что у кого-то, допустим, сейчас есть медотвод, кто-то по тем или иным причинам не может сейчас вакцинироваться. Зачем это нужно? Давайте мы ещё раз объясним нашим, особенно взрослым телезрителям, бабушкам, дедушкам, мамам и папам, почему нам нужно детей вакцинировать от гриппа? Когда мы вакцинируем ребёнка от гриппа, мы его защищаем. Это та именно адресная защита именно от этого вируса, которого мы сейчас ожидаем. Вот сейчас у нас вакцина Ультрекс, у нас в городском округе Люберц, она защищает от двух видов вируса гриппа А и от двух видов вируса гриппа Б. То есть от четырёх вирусных инфекций сезонных, по сути дела, это вакцины, сразу получается защита. В организм вводятся частички вируса, вот частички, разрушенные частички вируса. И организм, когда встретившись с этими частичками, он начинает вырабатывать защитные антитела, например, к оболочке этого вируса, к ядру этого вируса, к цитоплазме этого вируса. И когда уже вирус поступает в организм в натуральную величину, скажем так, в естественную... Он как будто бы домой приходит и уходит. Он пришёл в вирус, а организм уже знает, ага, это вирус, с ним надо бороться. И у меня есть защитное оружие против этого вируса. И сразу эти защитные антитела, которые выработались, благодаря введённой две недели вакцины, а иммунитет у нас вырабатывается в течение двух недель, через две недели мы уже можем похвастаться иммунитетом от гриппа, то иммунитет наш очень быстро, хорошо, активно справляется с этим вирусом, разрушая его ещё на этапе, когда он только в нос попал. Ну и, наверное, правильно будет, если папа, мама – большая семья, то всем вакцинироваться, есть и для взрослых. И вот вакцина, давайте тоже мы немножко об этом поговорим. У нас же две таких самых важных социальных группы, которые в определённых – это дети и бабушки, дедушки наши. Их можно сегодня тоже прививать от гриппа? Конечно, их можно, их нужно прививать. Особенно контингент старше 60 лет – это, как правило, люди, которые имеют уже какие-то хронические заболевания. Ослаблены сами по себе. Ослаблены сами по себе, да. Они уже имеют багаж какой-то, каких-то проблем со здоровьем, поэтому они в группе риска, поэтому их нужно защитить в первую очередь. И для них разработана вакцина, в том числе есть, бывает, даже ослабленная вакцина разрабатывается для таких людей. Например, у нас есть ослабленная вакцина, лёгкая, от ковида, которой можно прививать такой контингент. Поэтому они обязательно должны быть привиты, потому что, когда они заболевают настоящим гриппом, либо ковидом, они переносят его в более тяжёлой форме. Поэтому их нужно защищать. Ну да, могут быть варианты, как мы говорим в таких случаях. Но, конечно, возвращаясь к детским прививкам, там же целый список есть. Я так понимаю, есть вообще понятие обязательных прививок, да? Да. Где не может никто отказаться, они обязаны будут сделаны. У нас... Дело в том, что сейчас законодательством Российской Федерации как бы у нас все прививки, вообще все прививки делаются с согласием. С согласием. С согласием законных представителей. Но у нас есть перечень обязательных прививок, которыми должны все дети быть вакцинированы. Шесть не только не примут в школу, например. И дети... Мы обязаны, медики, предложить эту вакцину и сделать всё необходимое для того, чтобы привить ребёнка. А что значит всё необходимое? Это поговорить с папой, с мамой? Поговорить с папой, с мамой. Объяснить им, рассказать им. Подготовить ребёнка к вакцинации, если необходимо провести эту вакцинацию. Создать им благоприятные условия для вакцинации, скажем так. Пригласить их, напомнить им, осмотреть ребёнка перед вакцинацией. А они ни в какую, например? Проследить, чтобы благополучно прошла эта вакцинация. А они ни в какую? Они ни в какую. Что делать? Мы берём от них письменный отказ. Берём максимальный отказ на три месяца. Потом мы снова приглашаем, снова беседуем. То есть эту тему оставлять нельзя. Нужно снова беседовать с родителями, нужно снова объяснять. Потому что, может быть, как-то за это время родители пересмотрели свою точку зрения. Может быть, с какими-то жизненными ситуациями столкнулись. Да, пример очень интересный. Помните, вспышка такая везде пошла в интернете. Корь, 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 корь кругом. И я тоже начал вспоминать, потому что сейчас много же все комментируют. И врачи, и не врачи. И вот если вам когда-то в детстве делали, я думаю, делали, не делали, корь, не корь. Потому что в советское время вроде там всем делали, там никого не спрашивали, кстати. Делали и всё. Но есть, например, ещё туберкулёза. У нас тоже такое слово, к сожалению, кажется, какая-то такая старинная болезнь. На самом деле он, к сожалению, развивается. Он процветает, туберкулёз, корь, краснуха, эпидемический паратит, коклюш, дифтери, сталбняк, вирусный гепатит. То есть это всё есть, к сожалению. Прививки в национальном календаре прививок. Все дети по графику, по плану должны быть привиты от этих инфекций обязательно. И они будут тогда защищены. И это работает? Это работает, это действительно работает. Потому что вот как показал вот этот вот подъём заболеваемости корью, который у нас случился в этом году. То есть это уже не слух. Это болели непривитые дети. Это болели либо непривитые дети, либо дети, которые получили неполный комплекс вакцинации. И, соответственно, вот они заболели. Либо люди, дети с неизвестным прививочным анамнезом. Допустим, откуда-то у нас приехали они иногородние, у них нет справки о прививках. Мы не можем узнать, прививался он или не прививался. Но учитывая то, что он заболел и заболело его окружение, мы можем высказать предположение о том, что они непривиты были. Ну, я так понимаю, ещё важно прививки делать. Потому что если вы собираетесь, что ваш ребёнок, там детский садик, школа, дополнительное образование, там везде, где есть дети, везде будут требовать какой-то список прививок. У нас есть ещё единый кабинет, где это можно всё посмотреть. Мы же теперь все в электронном виде существуем. Это действительно так? То есть ты можешь отказаться, но тебя же ребёнка не возьмут в школу, там сам бы, например, в Бокс? Не совсем так, я поясню. Требования действительно такие есть. Когда мы оформляем справку в детский сад либо в школу, там есть у нас специальная такая графа, целых два листа отведено, именно про профилактические прививки. Туда мы должны внести сведения о всех проведённых прививках. Родители могут отказаться. Но в садике и в саду, и в школе мы также будем напоминать про прививки. Мы также будем просить их вакцинироваться. И есть у нас такая, как сказать, проба на туберкулёз. Она не является прививкой МАНТУ. Но некоторые родители её путают, считают, что это тоже прививка. И на всякий случай от неё тоже отказываются. И это вот сюда делается проба. Сюда мы от туберкулёза делаем прививку, ту, что при рождении в 7 лет до рубчика от неё остаётся. А потом ежегодно мы делаем пробу МАНТУ для того, чтобы оценить напряжённость иммунитета к туберкулёзу. То есть по этой пробе мы определяем, есть иммунитета у ребёнка или нет иммунитета у ребёнка. И эта проба также может показать у нас вторжение настоящей инфекции в организм. Особенно у непривитых детей. То есть если ребёнок, грубо говоря, схватил палочку туберкулёза из внешней среды, и она попала к нему в организм, в лёгкие, либо в почки, либо в суставы, либо в позвоночник, палочка может попасть в любой орган. Лёгкие – самые распространённые, но вообще туберкулёз всех органов и систем бывает. И проба МАНТУ покажет это. Проба МАНТУ покажет. Это будет для нас сигнал для того, чтобы дообследовать ребёнка, искать туберкулёз в организме. Эта проба обязательно. Без этой пробы мы ребёнка не допускаем ни в школу, ни в детский сад. Но у нас есть родители, которые отказываются. В этом случае, если они у нас отказываются, мы вот даём разъяснение. Многие с этим не соглашаются. Если даже отказываются от этой пробы, они обязаны посетить противотуберкулёзный диспансер, проконсультироваться врачом-фтезиатром, и только лишь с его заключением они могут быть допущены. Это для всех. Последний вопрос в этой части. Сделаем перерыв небольшой. Многие отказываются? Или уменьшением мы? Вот родители чаще соглашаются. Вот незначительная такая положительная динамика, она нас радует. Как бы разъяснений всё-таки они дают положительные плоды наши. Но всё-таки ещё, мне кажется, недостаточно просвещённое у нас население. Вот в этом плане. Вот мы и занимаемся просвещением. Мы будем дальше приглашать, потому что это наше эпидемиологическое благополучие. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». И говорим о настоящем детском здоровье, потому что у нас в гостях заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Познякова. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Елена Познякова, заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы. И в Малаховке у нас есть санаторий детский, насколько я знаю. Вообще, раньше, в советское время, даже я когда-то, будучи маленьким, где-то в каких-то был санаториях. Причём летом, понятно, это пионерский лагерь, иногда не поймёшь, лагерь это или санаторий. А вот есть зимние ещё варианты, самые разные. Ну, то есть детское санаторное лечение, вот об этом поговорим. Тем более в Малаховке у нас тут рядом. Да, на нашей территории, в нашем городском округе у нас есть круглогодичный санаторий, который работает на оздоровление детей. Вот хотел бы тоже о нём рассказать, потому что мы отбираем детей, мы приглашаем, мы направляем, мы уговариваем, и почему-то у нас некоторые отказываются ещё от этого. Вот хотелось бы рассказать о том, что сейчас в этом санатории сделан ремонт. Сама недавно посетила этот санаторий. Прекрасный, красивый, светлый, чистый санаторий, прекрасный персонал. Укомплектован кадрами, укомплектован новым оборудованием, новое оборудование, прекрасное там. Там сейчас несколько различных программ по оздоровлению. В частности, меня очень заинтересовала программа для детей и взрослых с ожирением. Вот, по снижению веса. Там очень хорошая программа, очень хорошее оборудование, программа питания. Там у них диетолог разрабатывает прям вот программу. И за период лечения, 2-3 недели нахождения в санатории, там уже заметна тенденция для похудения. А в последнее время у нас в связи, я считаю, всё-таки с малоподвижным образом жизни и с неправильным питанием детей, у нас очень много детей появилось с лишним весом. А лишний вес, он рано или поздно подтягивает за собой другие проблемы. Это проблемы гормональные, это проблемы с центральной нервной системой, это проблемы с артериальным давлением, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Когда дети начинают взрослеть, тут уже присоединяются проблемы подросткового периода, проблемы полового созревания, которые у нас усугубляют ожирение. Вот, это вот про ожирение. Помимо ожирения, сахарный диабет там лечит, оздоравливает. Проблема желудочно-кишечного тракта. Пациентов с заболеванием дыхательной системы, например, астматиков там берут, лечат активно. С последствиями перенесённого ковид также берут, они туда на лечение. А вот вы говорите, мы предлагаем, так вот звучит, прямо хочется бросить всё, да, и поехать в санаторий. Ну, там какая-то очередь существует или какие-то квоты. А как вообще попасть? Вот летом, летом, конечно, санаторий, сосновый бор, туда все хотят поехать, ой, как хорошо отдохнуть. А вот сейчас, вот сейчас, да, когда период, когда идёт учёба, вот, ну, немногие хотят, немногие соглашаются. Ну, в её стране тоже воздух. Воздух, конечно. И всё равно вот, ну, многие, допустим, заболев, потом это время потратят на больничном. А иногда несколько раз потратят на больничном, хотя, находясь дома. А здесь, например, можно оздоровиться, и, возможно, в дальнейшем уже и не придётся зимой. и болеть так часто. Ну, да, полезная такая история. Ну, и вообще система санаторного осмотра такого, да, она в советское время тоже была, ну, поставлена на довольно так... То есть понимали, что нам нужно, чтобы люди работали. Да, значит, не дети, не взрослые не должны болеть. Они должны работать. Это тоже профилактирование здоровья, профилактирование обострения, заболевания хронических. Ну, а теперь давайте перейдём уже к другому, к другой теме. Это когда всё-таки ребёнок заболел, и мама так любит своего ребёнка, что он чуть-чуть там начал чихать. Маленькая температура у нас всё-таки есть, и начинается вызов врача на дом. Ну, любой, наверное, да и папа бывает ещё похлеще мама. Мне кажется, что ребёнок уже там всё сейчас. Вот вызов врача на дом, вообще детский врач на дом. Как эта система сейчас работает? И есть же врач свой, так сказать, который ходит. А есть ещё срочный вызов. Надо воспользоваться скорой помощью. Откуда она приезжает? И надо ли её вызывать? Вот как это работает сегодня? Да, эта тема действительно очень важная. И вот даже мои доктора-педиатры просят поднимать эту тему при общении вообще с жителями, при общении с пациентами. Потому что у нас очень много необоснованных вызовов. Докторов возможности тоже ограничены. Соответственно, они не могут обслужить такое количество вызовов, которое к нас поступает. Оно поступает просто огромное. С болью в ноге, с болью в спине, с болью в руке. Без температуры даже. Без температуры. Про температуру никто не говорит. Если уж температуру, мы тут как бы даже не обсуждаем, даже взрослые и большие детки. Мы как бы приходим, обслуживаем, особенно маленькие дети. Да, особенно дошкольники. Это, конечно же, никто не обсуждает. А есть количество вызовов достаточно большое к большим деткам, которые сами самостоятельно могут прийти посетить поликлинику. Кроме того, дети старше 15 лет, они сами без мам, без пап могут посещать поликлинику. Ну да, в удобное для них время. В удобное для них время, да. С головной болью вызывают врача на дом. С болью в спине, с болью в руке, опять же повторюсь. Это не повод к вызову скорой помощи. Врача, вернее. Есть также у нас, хотел бы тоже об этом сказать, правильно вы затронули тему, вызова скорой помощи. Иногда у нас пациенты вызывают врача и ожидают, что врач приедет прямо сейчас. Как скорая помощь? Как скорая помощь. Скорая помощь приезжает в течение 20 минут по регламенту. И то, и то, скорая помощь может ехать с вызова, скорая помощь может стоять в пробке, скорая помощь может где-то что-то по каким-то погодным условиям задержаться. Это регламентировано время 20 минут, в течение которого должен приехать. А врач у нас приходит в течение рабочего дня. Как правило, врач, проведя прием в поликлинике, после этого отправляется на обслуживание вызовов. И после этого обслуживает вызов. Как правило, это происходит во второй половине дня. Если у нас врач ведёт вечерний приём, допустим, сегодня, потому что у них у всех меняются, чтобы целый день у нас были на приёме врачи-педиатры, то он может в утренние часы обслуживать вызова. Поэтому здесь нужно не путать, если у вас высокая температура, если, допустим, неукротимая рвота, если острая травма какая-то случилась, то тогда вызываете скорую помощь, объясняете повод к вызову. Скорая помощь, конечно же, к вам приедет незамедлительно, окажет всю помощь, при необходимости отвезут в стационар. Понятно. Ну и тем более, что у нас тут с пробками в некоторых местах получше уже стало. Да, да, да. Хорошо. Вот ещё вопрос, который мы должны обсудить, про анализы, потому что мы понимаем, что есть же ещё у нас платная медицина, где вроде как в любую минуту ты можешь это сделать. Иногда пользуются, иногда это важно, иногда просто хотят люди получить анализы. Вот насколько правомерно. Может, например, мама прийти с ребёнком к врачу, ну, что-то там есть, и попросить врача, давайте сделаем анализы. Она ж может так сделать или не может? Более того, скажу так, у нас мама приходит и делают, и просят. Ну вот да, вот хорошо, что подняли эту тему, потому что действительно вот много вопросов на эту тему, много обращений на эту тему. У нас есть обследования и исследования, которые показаны, которые не показаны, которые по возрасту нужно проходить, которые не нужно проходить, которые по заболеванию нужно проходить. И поэтому по желанию, как бы мы, ну, не все желания мы можем удовлетворить. У нас есть показания, у нас как бы тоже лаборатория, и наше диагностическое оборудование, оно предназначено для определённого количества исследований, а не всё население взять и его за один раз обследовать. Каждый по 20 анализов и потянет. В этом случае врач у нас является дирижёром этой ситуации, скажем так, и на приёме уже врач определяет, какие исследования необходимо провести пациенту. Если мама очень захочет какой-то один ещё маленький анализ сделать, то врач может... Ну, если уж очень мама вот хочет, и вот прям вот если вот прям вот вот человеческий фактор, конечно, никто не скричал, и иногда мы идём навстречу. Вот тут ещё такой вопрос, потому что, ну, когда сталкиваются с какой-то серьёзной проблемой, то, конечно, хочется расширить консилиум врачей, то есть показать своему специалисту и, например, отвезти куда-нибудь, получить направление, например, в Москву. Ну, она что-то рядом, да, сел на машину или на транспорт, и ты уже в Москве. Вот даются сегодня такие направления или не даются? Вот клиника какая-нибудь там с именем... Полис ОМС каждому гражданину даёт возможность и право обращаться в любую клинику страны. Обращаться. За экстренной помощью. Если, например, поехал я отдыхать в Сочи, и там у меня, допустим, случился гипертонический криз или аппендицит, мне никто... Тут-у-у-у. Медицинской помощи никто не откажет, меня примут, меня полечат, и мне всё, окажут необходимую помощь. А если, например, человек хочет поменять сустав, поехать в Петербург или в Москву... Потому что ему сказали, что там хороший врач. Потому что ему сказали, что там хороший врач. То вот тут, конечно, этого сделать невозможно, потому что у нас в Московской области построены необходимые клиники, открыты все необходимые отделения для того, чтобы плановую помощь оказывать своим жителям в своём регионе. То есть в Москве плановая помощь для москвичей Московской области и для жителей Московской области. То есть, а в другом случае тогда мы вынуждены предложить человеку, что он может воспользоваться платными услугами. Нет, в этом случае мы предлагаем нашему пациенту воспользоваться возможными видами медицинской помощи в области. Мы говорим, что, допустим, в Одинцово вам могут сделать такую операцию, в Мониках вам могут сделать такую операцию, в Монике – это наш областной институт, это наша область, допустим, в Люберцах в третьем стационаре вам могут сделать такую операцию, или, допустим, в Мацомде, как в случае детей. То есть выбор есть. Выбор есть. Мы предлагаем, мы рассказываем. Пациенты наши могут съездить туда, посмотреть, познакомиться с докторами и определиться, довериться кому-то. То есть хотя бы какой-то выбор есть. Ну, а уж если что-то хочется, то платные услуги не отменял никто. Ещё такой один момент, тоже важный, с этим сталкиваются и взрослые пациенты, и маленькие – это запись. Когда-то давно просто записался к врачу, ну да, очередь безумная была и так далее, но ты понимал, что ты записался, и вроде как тебя обязаны принять. Сейчас существует система, что ты не ко всем можешь самозаписаться только через терапевта. И многие нервничают. Вот я точно знаю, что мне нужно там ухо, горло, нос, а записаться я не могу. Ну, я вынужден идти через какую-то другую схему. Как это работает сегодня, и почему оно так работает? Ведь люди этому не очень радуются. И для чего, да. И для чего это работает. И зачем, да. Да, действительно, у нас такое есть. Многие высказывают недовольство, что они могут записаться к лор-врачу, не могут записаться к неврологу, к своему там, к эндокринологу. Да, к конкретному. Вот, к конкретному какому-то специалисту. Ну, просто узких специалистов у нас гораздо меньше в поликлиниках, чем врачей-терапевтов и врачей-педиатров. Врач-педиатр и врач-терапевт – это первичные координаторы, которые определяют, кому куда нужно. Потому что не всегда с головной болью нужно идти к неврологу. Ну, да, понятно. Иногда это проблема травматологическая, иногда это проблема кардиологическая. Просто человек даже не знает, куда надо идти. Да, иногда, может, просто от гайморита у него болит голова. Ему надо пойти к лор-врачу, сделать рентген, и пролечить гайморит свою неуголовную боль. А пациент записывается к неврологу. И потом уже невролог начинает обследовать пациента, направляет его обратно к педиатру, направляет его обратно к лор-врачу. И мы запись к врачу-неврологу, например, мы занимаем не теми пациентами, а пациенты с последствиями инсульта, пациенты с угрозой инсульта. А пациенты, допустим, не попадают, они не могут попасть и записаться из-за того, что пациенты, которые регулярно обращаются... Ну, я думаю, что тут всё понятно, и как бы надо это перетерпеть. Много вопросов, но время закончилось. Елена Сергеевна Пузнякова, заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы, но мы сейчас концентрируемся на главном. Мы готовимся к зиме. Мы делаем прививки для детей, мы узнаём, в какие ещё нужно сделать прививки, чтобы, не дай бог, какими-то такими древними заболеваниями, вот, от типа кори не заразиться, и следим за событиями, и помним, что больница рядом, больница готова, санаторий готовы, поэтому всё возможное на сегодняшний день в Люберецком, нашем замечательном городском округе делается. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивенко. Всего доброго, до свидания и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин